Меня зовут Майя Александровна Образцова, я заведующая Дома Музея Ленина в городе Самаре. И сегодня я хотела бы рассказать о тех людях, которые определили вектор моей судьбы, о наставниках и, опять же, в воле судеб, педагогах. Наверное, прежде всего стоит начать с моей бабушки Алевтины Ивановны Ястребовой. Педагога в самом широком и глубоком смысле слова. Закончив гимназию, закончив восьмой класс, она порвалась с семьей и уехала просвещать крестьянских ребятишек в глухую деревню. Я помню, что с самых юных лет, с молодых ногтей, она заложила во мне, наверное, гуманистические начала. И я помню, как я ждала вечер, потому что каждый вечер бабушка обязательно читала какую-то новую художественную книжку. Я, будучи маленьким ребенком, еще до пяти лет, знала, наверное, имена основных поэтов и писателей русской классической зарубежной литературы. Я знала имена и фамилии лучших ведущих советских актеров. Она считала, что человек еще, помимо того, что он должен иметь какой-то кругозор, о чем она все время говорила, он должен еще обладать какими-то необходимыми жизненными навыками, и именно она учила меня шить, готовить, вязать. И это в самом деле был вот мой первый наставник по жизни. Потом судьба связала меня с личностью Владимира Ильича, а впервые его изображение я увидела на ордене бабушки. Она вот была награждена орденом Ленина. Ну и не могу не рассказать о человеке, с которым я встретилась в 1977 году, теперь уже Дарелком, когда я стала студенткой первого курса исторического факультета нашего Куйбышевского в Тупору Государственного университета. Это была самая первая лекция введения в специальность. И эту тему первую должен был освещать Ленар Васильевич Хромков. Мы первый раз пришли, студенты, все заняли места за партами, а мне не хватило стула. Вдруг открывается дверь в аудиторию, входит мужчина лет 40 с небольшим, абсолютно лысый, с такой блестящей головой, широкой улыбкой. Видит, что девчонка стоит без стула, растерянная, совершенно спокойно берет свой преподавательский стул, ставит его за самую первую парту и говорит, ну садитесь. Голос совершенно спокойный, мягкий, душевный. Вот так я встретилась с этим необыкновенным человеком, о котором я впоследствии много чего узнала. О том, что он безумно интересно читает лекции, о том, что он является такой ходячей энциклопедией. Он не просто сдал историю, он ею дышал, он ею жил. И я вспоминаю, как мы вот буквально с упоением таскались с ним по всему городу. Он вводил нас во всевозможные музеи. Меня всякий раз поражало то, что каким бы эрудированным, грамотным не был экскурсовод, Ленар Васильевич обязательно находил, что добавить к экскурсии. Ну а потом, когда уже мне предстояло поступить на работу, тогда в Куйбышевске, еще филиал Центрального музея Владимира Ленина, туда шел очень жесткий отбор сотрудников. Когда меня спросили, кто ваш научный руководитель, я сказала, что Ленар Васильевич Храбков, вот эта фамилия, это имя, стало пропуском в профессиональное сообщество для меня. Ну и, наконец, третий человек, который тоже определил вектор моей судьбы, это, конечно же, первый директор Куйбышевского филиала Центрального музея Ленина Раиса Павловна Поддубная, которая вот была буквально погружена в ленинскую тему, усилиями которой появилось вот это здание. Я помню первую встречу с ней. Она попросила меня ответить на несколько вопросов, а потом вдруг сказала, улыбнись. Я улыбнулась, она посмотрела, сказала, ну, зубы все на месте, брать можно. Очень часто мы с Раисой Павловной занимали антагонистические буквально позиции, но я могла открыто высказать свое мнение. Это, конечно, вызывало ее недовольство, но, тем не менее, она позволяла это делать. Мы, молодые, очень часто готовили какие-то проекты. И защищать эти проекты она нас отправляла в Москву, в Центральный музей Ленина. То есть она не пыталась нас как-то прикрыть. Мы делали это сами, самостоятельно. Развивала действительно вот в нас, тогдашних еще не оперившихся музейщиков, инициативу, и целеустремленность, и стремление добиться результата. Слава богу, Раиса Павловна живет и здравствует сейчас. Она передает свои знания окружающим. И, наверное, она нас тоже научила вот такому качеству, как не держать свои знания в кубышке. И, конечно, для меня вот большое счастье, что вот в этот год, вот сегодня вы мне позволили рассказать об этих людях, потому что таких людей не слишком много. Если вот результат их деятельности будет иметь сходство с кругами по воде, бросил камушек, а круг расходится все шире, шире и шире, и если один наставник будет порождать другого наставника, воспитывать учитель, будет воспитывать учителя, если вот эта традиция не прервется, то это, наверное, самое главное, что может быть в нашей жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова